Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл передач «Простая экономика». Сегодня с вами, как всегда, я, ведущий Михаил Алексеев и наш гость Ксения Валентиновна Юдаева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Здравствуйте, Ксения Валентиновна. Здравствуйте, Михаил. Сегодня я хотел бы поговорить о макроэкономической ситуации и положении дел в банковском секторе, которая, как нам представляется, несколько поменялась по сравнению с докризисной ситуацией. Я имею в виду кризис 2008 года. И первый мой вопрос к вам. Как вы считаете, кризис миновал, все вернулось в прежнее состояние, все снова радужно и безоблачно, или что-то поменялось в нашей экономической ситуации? Ну, вы знаете, миновал ли кризис – это относительное понятие, но я бы хотела остановиться на другом. Помните фразу «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»? Мне кажется, миновал ли кризис или нет, но мы, безусловно, находимся совершенно в другой реке, чем мы находились в 2007 году. И в период перед этим, скажем, с 2005 по 2007 год. И банковского, и финансового кризиса, как глобального, так и российского, это касается в первую очередь. Причем, на мой взгляд, до недавнего времени было ощущение, что вот еще чуть-чуть, и все вернется туда-назад, обратно. И можно продолжать жить, как жили раньше, да? Да, и можно продолжать жить вот по тому же тренду. Брать кредиты, наращивать свою деятельность. А сейчас все-таки, вот скажем, и у меня уже четкое убеждение, что это не так, что мы в какой-то новой нормальности находимся, да? То есть, когда люди говорят, что там у них кризис ликвидности, это не кризис ликвидности, это новая нормальная ситуация с ликвидностью, да? И поэтому ситуация поменялась, мир просто другой, поскольку это будет продолжаться, ну, не один год. Я бы даже, наверное, не стала это называть кризисом, а просто вот принципиально новой другой ситуацией, сложившейся после нескольких фаз, там, действительно, кризисов в конце 2008-2009 года, там, усиления в прошлом году и так далее. Ксения, с вами трудно не согласиться, действительно, я тоже оцениваю ситуацию как переход в новую нормальность. Единственный вопрос, в чем эта новая нормальность заключается? Вот, по-вашему, чем конкретно нынешняя ситуация в экономике, вообще и в банковском секторе в частности, отличается от докризисной? Ну, вы знаете, про экономику вообще я, наверное, все-таки много говорить не буду. Скажи только об одном, что инфляция, очевидно, сейчас снизилась с докризисной. Все-таки до кризиса обычная инфляция составляла больше 10%. Исторический прецедент был около 9% в 2067 году, если я не ошибаюсь, или 6%. И как бы все равно сейчас 6%, формально 3,7%, но по факту где-то в районе 6%. Это беспрецедентные цифры для российской инфляции, они выглядят достаточно устойчиво. По-моему, за всю последнюю новейшую экономическую историю это самый низкий показатель. За всю новейшую историю это самый низкий показатель. С другой стороны, опять же, если мы смотрим со стороны конкретного человека, практически впервые за всю последнюю 20-летнюю историю процентные ставки по депозитам перешли в так называемую положительную плоскость. То есть они выше инфляции, причем некоторые процентные ставки существенно выше. Даже в нашем банке есть агрессивные банки, в которых ставки достигают 14-15%. Представляете, если вычесть 6% инфляции, то это уже очень хороший годовой доход. Хороший заработок. То есть сейчас хранить деньги на вкладах и депозитах в банках становится экономически выгодно. Инфляция не съедает эти сбережения. Не съедает сбережения, как это было последние 20 лет до этого. То есть деньги выгодно хранить в банках. Что, наверное, является одной из причин, которые стимулируют приток вкладчиков. Может быть, наши граждане не вполне осознают эти цифры, явления. Но когда мы видим тенденции, беспрецедентно высокий рост вкладов и депозитов за последний прошлый год, 35%, если я не ошибаюсь, то это говорит о том, что на каком-то уровне наши клиенты ощущают. В прошлом году была разная ситуация. В начале года все-таки процентные ставки несколько снижались. Рост начался в конце прошлого года. Сейчас он продолжается. По нашим оценкам, действительно, при сохранении ситуации мы увидим серьезный рост депозитов. По разным оценкам, в зависимости от ситуации, от 22% до 36% в год. Но по опросам, скажем, я пока не вижу, что вкладчики действительно поняли, что ситуация резко изменилась. И мы не видим, мы ежемесячно проводим опрос, мы не видим, что резко увеличилось количество ответов, что сейчас выгодно держать сбережения, что их выгодно держать в банках и все такое. У меня нет ощущения. Возможно, внешний фон, вот эта вся европейская нестабильная ситуация, там, может быть, колебания валюты, они все-таки как-то сглаживают ситуацию. Мы, кстати, тут проводили анализ, действительно, эффект есть, что когда какая-то мировая напряженность возникает, она влияет в том числе на поведение вкладчиков. Но в целом... А можно я вас спрошу, как влияет? Вот возникла напряженность, допустим, в Персидском заливе, что вкладчик начал деньги из банков забирать или, наоборот, понес их в банк? Мы оценивали такой индекс финансовой стабильности глобальной, то есть он связан обычно с ситуацией на финансовом секторе, а не столько там в заливе. И да, темп роста депозитов снижается в такие периоды. То есть люди больше стараются попридержать у себя денег? Ну, видимо, да. Люди как-то начинают бояться и пытаться искать какие-то другие стратегии, сбережения. Альтермативные способы хранения денег. Мне кажется, что историческая память, что вот что-то начинается, тут сейчас банки начнут рушиться, уголь начнут рушиться. Да, может быть, не удастся свой вклад назад забрать. Да, мне кажется, как-то она начинает влиять. Начинает работать, да. Да. Но сейчас мы пока не вполне ощущаем такой напряженности. Мне кажется, немножко какой-то элемент более спокойного восприятия действительности присутствует. Ну, учитывая, что последний пик напряженности был в прошлом году осенью, да, там в августе начались европейские события, там в сентябре, в октябре, да. С потолком долга американского. Да, да, да. Вот после двух, так называемых ЛТРО, ну, предоставления долгосрочной ликвидности Европейским центральным банкам своим банкам, ситуация относительно стабилизировалась. Сейчас, конечно, тема Испании опять начинает возникать. То есть ситуация окончательно не успокаивается пока. Но, тем не менее, конечно же, сейчас ситуация гораздо спокойнее, чем осенью прошлого года. И я думаю, что это заметно и простым людям, ну, на фоне какой-то фоновой информации. Я не думаю, что все внимательно следят, но, тем не менее, фоновая информация как-то на людей тоже влияет. Итак, очень важный момент, о котором вы сказали, это то, что инфляция рекордно низкая, и, соответственно, процентные ставки перешли в область положительных. Это хорошо для тех, кто сберегает деньги и размещает их во вклады на счетах и депозиты в банках. Но есть обратная сторона медали. Это ситуация у заемщиков. И если в условиях, когда процентные ставки были отрицательные, то есть инфляция, ну, по сути, позволяла списать часть долга, тогда было жить проще, это относится к докризисным нашим временам, то сейчас получается, что жить заемщиком становится несколько сложнее. Это так? Ну, в принципе, да. Безусловно, для заемщиков важно не столько сама по себе инфляция, сколько темп просто их доходов. Хотя инфляция тоже играет определенную роль. Нет, инфляция тоже играет. Ну, это все связанные вещи. Но я могу себе представить, что у нас есть какие-то возрастные, прежде всего, категории, или какие-то профессиональные, где темп просто доходов сохраняется достаточно высокий, но в среднем темп просто доходов сейчас, конечно, ниже гораздо, в реальном выражении, чем в докризисный период. И поэтому нужно понимать, что при таких процентных ставках отдавать будет сложнее. То есть надеяться на то, что просто инфляция все съест. Да, и можно ничего не делать, и денег не готовится. И, по сути, отдавать будешь меньше, чем взял. Вот эта вот ситуация, она меняется. Сейчас даже получается такая ситуация, что отдавать-то приходится больше, чем ты взял, в реальном выражении. Да, 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 да. Берешь чужое, а отдаешь свое. Отдаешь свое, отдаешь сверх того, что ты взял. Это вот тот классический случай. Граждане тоже очень активно берут средства в кредиты. Наверное, статистика по первому кварталу еще не вполне доступна, но по итогам прошлого года тоже можно сказать, что на уровне где-то примерно плюс-минус 20%. Да, и в корпоративном, и в розничном сегменте. Нет, розница выросла в прошлом году, по-моему, на 35%, что ли, процентов. Там был гигантский рост совершенно в рознице. Я думаю, что он был связан с несколькими факторами. Ну, во-первых, все-таки розница сразу после кризиса замерла, несколько лет не росла, и это, может быть, отложенный... И накопился отложенный спрос. Да, накопился отложенный спрос. Второе, я думаю, что появилось достаточно много банков, которые, включая наши, которые лучше стали доходить до возможного клиента, то есть расширилась клиентская база. Более активно рекламировать продукты, новые маркетинговые стратегии реализовывать. Доступность, больше рекламы и больше доступности. Кредитование все-таки в нашей стране, особенно с точки зрения розницы, не накредитовано. Если мы посмотрим на объем розничного кредитования КВП, он существенно меньше, чем во многих странах похожего уровня развития, не говоря уже на более развитые. То есть этот фактор, безусловно, тоже сыграл свою роль. Прошлый год был переломным. В начале года процентные ставки снижались, был какой-то период с низкими ставками. И вот сейчас они вышли на довольно высокий уровень. То есть здесь тоже все неравномерно. Я думаю, что мы пока не видим реального спроса по тем ставкам, которые мы сейчас наблюдаем. Но, тем не менее, иногда у меня складывается впечатление, что какие-то категории людей, может быть, и какие-то банки не до конца осознают изменение ситуации и могут накапливаться риски в экономике. То есть я не вижу пока существенных проблем. И людям бы я дала совет все-таки просчитывать. Не брать кредиты, потому что они вам нужны, потому что им придется отдавать. Ведь сейчас же главная проблема в кредитовании, кстати, не в банках, а в так называемых микрокредитных организациях, которых достаточно много развелось, где можно взять кредит до заплаты. Под очень большой процент. Да, и люди не осознают, что там гигантские проценты. Можно на две недели взять, там взял три тысячи и отдавать пять. Это космическая процентная ставка. Даже когда мы в банках говорим про высокие процентные ставки, это вообще несравнимо с такими процентными ставками. Тем не менее, люди берут, не отдают себе в этом отчеты, что они переплачивают за эти кредиты. И я бы всем, конечно, дала совет все-таки думать, что вы делаете. Может быть, иногда не стоит этого делать. Это первый момент. С точки зрения банков, безусловно, и кризис 2008-2009 года, и ситуация сейчас поставили задачу четко налаживать системы контроля за рисками. На фоне эйфории 5-7 года, бешеного темпа экономического роста, мне кажется, что риска мало кто уделял внимания. И в России, так же, как во многих странах, как ни странно, в Соединенных Штатах. Мне кажется, что, например, было ощущение, что цены на жилье будут расти бесконечно. Поэтому, если в залоге жилье, то и все, слава богу. То и риска нет никакого. И то же самое во многом в потребительскими. Жизнь показала, что это не совсем так. Рисками надо управлять. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу и вернемся после нее. Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем передачу «Простая экономика». И с вами я, ее ведущий Михаил Алексеев. И наш гость Ксения Валентиновна Юдаева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Российской Федерации. Мы говорили про состояние российского банковского сектора и пришли к выводу о том, что ситуация кардинально поменялась по сравнению с докризисной, имея в виду кризис 2008 года. Процентные ставки сейчас изменились, инфляция совершенно другая, она на более низком уровне. И в общем и целом для заемщиков это чревато дополнительными рисками, ну а для вкладчиков, наверное, не так уж и плохо. Я бы хотел поговорить, Ксения, знаете, на какую тему? Как отреагировали заемщики на изменение ситуации? Видим ли мы сейчас какие-то подвижки в их поведении или ожидаем ли таких подвижек? Ну, пока мы не видим серьезных подвижек, но, честно говоря, я как макроэкономич. То есть люди продолжают брать кредиты примерно так же, как они брали в прошлом? Пока по цифрам люди продолжают брать кредиты, но я, честно говоря, как макроэкономист, ожидаю, что может быть некоторое замедление. Мне кажется, что на самом деле некоторые акции с низкими процентными ставками прошлого года еще продолжают влиять на поведение людей, все-таки есть некоторые запаздывания. Но, с другой стороны, мне кажется, в тех секторах, где традиционно высокие ставки, там потребительские кредиты, например, возможно, серьезных изменений и не будет. Там какая-то другая логика. Мне кажется, что там меньше чувствительность к процентным ставкам. Ну и в этом смысле, кстати, всегда банки, которые только таким видом кредитования занимаются, они более рисковые. Если мы вспомним, опять же, тот же кризис, да, то он для российской системы начался с проблемами вот в таких банках, но случилось так, что они произошли на год раньше, чем весь остальной кризис, поэтому там банки смогли каким-то образом решить поменять свою стратегию, но потом уже были совершенно другие проблемы в банковском секторе. Вы знаете, нас это выводит на некоторый другой вопрос, вообще устойчивость российской банковской системы. Да, несмотря на там низкие отрицательные процентные ставки, несмотря на то, что до кризиса там несколько лет российский банковский сектор купался в ликвидности, потому что был огромный приток капитала, через который шла, шла, собственно, ликвидность. У нас банковский сектор исторически очень проблемный, склонный к кризисам. Там каждые 3-4-5 лет. Что-то происходит. Что-то происходит нехорошее, да, и в связи с этим, кстати, понятно, вкладчиков, можно понять вкладчиков, которые, несмотря на высокие ставки, все-таки опасаются. Опасаются. У нас еще, как показывает макроэкономическая статистика, есть очень большой объем денег, наличных в том числе, которые наше население пока остерегается размещать в кредитной организации. Вот. И здесь, конечно, это огромная проблема для России, потому что мы с вами говорили в некотором смысле о следствиях, что там инфляция низкая, процентные ставки высокие и так далее. Но мы не говорили о причинах. В чем же причина? И, на мой взгляд, причина в изменении во многом глобальном, что серьезные проблемы в глобальном финансовом секторе, если предкризисные 5-10 лет, но в целом, может быть, с 1982 года по 2008, мировой финансовый сектор очень быстро рос, практически почти что уже был пузырь. — Экспотенциально, да? — Да-да-да. Ну, там известно, что к ВВП со 150 до 350% за это время выросли финансовые активы. Да, это, в общем, рост очень существенный. И поэтому сейчас идет то, что называется делевриджинг, по сути, резкое торможение и, может быть, где-то сужение финансового сектора. И поэтому это один из факторов, благодаря которому мы видим сейчас отток капитала из России, а не приток. Все говорят про инвестиционный климат, инвестиционный климат тоже важен, но, тем не менее, вот этот глобальный делевриджинг играет свою роль. — Просто те, кто вкладывал когда-то деньги в российскую экономику, нуждаются сами в ликвидности, в ресурсах. — Они частично их забирают, а частично просто не дают заново. А у компаний российских все равно есть какой-то аппетит у бизнеса за рубежом. То есть ситуация поменялась. И на самом деле в этой ситуации приходится вот эти финансовые источники в большей степени генерировать изнутри, а не снаружи. Поэтому процентные ставки-то и поднялись, чтобы создать стимулы для генерирования внутри. И здесь вопрос о стабильности финансовой системы, он очень важен. И не только стабильности, скажем, банковской системы, но и других частей. — Других компонентов. — Других компонентов, которые прождают так называемые длинные деньги. В банках все-таки депозиты, можно говорить о чем-то длинном по факту, но в целом-то там двухлетние обычные деньги. — Реально. — Это не очень большие сроки. — Не очень большие сроки. А когда мы говорим про более длинные сроки, там и пенсионные фонды, и страховые компании, и все другие виды аккумулирования, накопления, они тоже важны. И этим вопросом мы пытались заняться в стратегии 2020. — Давайте поговорим по поводу стратегии 2020. Потому что, послушайте, все заинтересованы в стабильности. И клиенты банков, и заемщики, с другой стороны, и власти, и общество. И, естественно, всем интересно, как будет развиваться банковский сектор, что нужно сделать для того, чтобы придать ему, с одной стороны, более такой динамичный характер развития, а с другой стороны, повысить его надежность и устойчивость. Вот у нас есть стратегический документ, видение со стороны правительства относительно того, как будет развиваться банковский сектор, согласованное с банковским сообществом. Я знаю, вы принимали участие в подготовке этого документа. Каковы основные положения? — Это пока экспертный документ, не правительственный. Что же там будет делать правительство с Центральным банком? У них есть свои документы. Но, тем не менее, на что, если мы говорим про банковский сектор, обращалось внимание в этом документе? Это прежде всего кардинальное улучшение надзора над банками. — А в чем конкретно это может выражаться? Мотивированное суждение, наверное? — Мотивированное суждение, да, прежде всего. Ну, просто сейчас, я думаю, что это ни для кого не секрет, что обычно мы узнаем о том, что какой-то банк был далеко не таким хорошим, как это выглядел на бумаге, за три дня до того, как он проваливается и банкротится. — Хотя по формальным признакам вроде как все было неплохо. — Формально все было неплохо. — То есть инструкция написана грамотно, и вроде как они соблюдаются. Хотя я думаю, что все, ну не все, но, по крайней мере, многие, те, кому положено, знают, что что-то идет не так, но у них нет формальных зацепок, оснований для того, чтобы принять какое-то решение. — Получить для себя права по неформальным критериям, но публично принимать решение в таких случаях. — Если они чувствуют, что реально какая-то опасная ситуация, они вмешиваются, независимо от того, соблюдается ли буква закона или нормативного акта, или нет. Хорошо. Изменяет система регулирования, надзор. — Это то, что как бы лежит в основе. — Да. Второй момент — это Россия пытается идти в общемировом тренде, назовем это так, и создавать систему оценки макропротенциальных рисков. То есть рисков не на уровне одного банка, а на уровне системы в целом. Но опять же, когда мы говорим, что вот в Европе что-то произошло, по России это ударило, это макроэкономические риски. Или когда мы говорим, допустим, быстро, слишком быстро растет какой-то конкретный сегмент в банковском секторе, и для каждого отдельного банка, может быть, ситуация выглядит и нормально. Но вот в ситуации в целом, может быть, выглядеть нехорошо. Пример, опять же, с этими ценами на жилье. Да, что если видно, что какой-то вид кредитования растет в надежде на то, что цены на жилье будут расти всегда, это может быть повод для центрального банка как-то поменять политику. — Вмешаться в ситуацию, да, и ограничить. — Ограничить, охладить систему, чтобы потом не привести к серьезному кризису. Лучше уж охладить заранее, чем дождаться, когда все это лопнет и начнет рушиться с большим треском. Третий момент, ну, для России это почти что вечная тема. Что делать с малыми банками? — Очень интересный вопрос. Надо их убивать или не надо? — Ну, мы считаем, что, конечно, нужно им создавать стимулы по укропнению, может быть, консолидации банковской системы и так далее. Понимаете, у нас очень странная ситуация в экономике. У нас в целом очень много очень больших компаний, и по сравнению с ними очень маленькие банки. — Да и вообще, в целом, наша банковская система по сравнению с крупнейшими российскими компаниями выглядит как-то не очень солидно. — Да, да, да. — Совокупные активы, я говорил об этом раньше, 100 крупнейших российских банков составляют меньшую часть от совокупных активов 100 крупнейших российских компаний, а уж тысячи кредитных организаций, ну, примерно, да, и некоторые из них можно назвать словом «живопырки». Да, это, конечно, тоже определенный исторический нонсенс. И я знаю, что с ним тоже планируется как-то бороться. — Ну, есть идея все-таки в очередной раз. Ну, вместе с усилением надзора, да, повысить требования к минимальному размеру капитала. — Довести его до уровня миллиард рублей. — Да, ну, да, миллиард рублей в какой-то момент... — Хотя еще, правда, не решили, когда. — Ну, еще не решили, когда. — Это будет 2015 год или раньше, или позже. — Да, да, это может, скорее всего, позже. — Ну, вектор задан, да? — Вектор задан. Я могу сказать, откуда взялась эта цифра. Мы пытались все-таки поговорить с банками, понять, ну, какой должен быть минимальный размер капитала. А из минимального размера капитала там вытекает и минимальное количество сотрудников, там, всего остального, чтобы банк был похож на банк. — На банк, да. Но у нас пока примерно 500-600 банков не дотягивает до этих требований. Так что, если общее число кредитных организаций порядка тысячи, то эти изменения могут коснуться примерно половины банков. Итак, мы видим, что и в стратегических документах, которые разрабатываются сейчас, тоже вопросом изменения макроэкономической ситуации и ситуации в банковском секторе, уделяется определенное внимание, да? Соответственно, если так сейчас начинать суммировать, делать какие-то предварительные выводы, то мы можем заключить в том, что ситуация качественно отличается от той, которая была 3-4 года назад. Эти качественные изменения происходят по следующим направлениям. Инфляция снизилась, процентные ставки из отрицательной зоны перешли в зону положительную. Соответственно, вкладчикам становится жить лучше, интереснее и веселее. Они начинают получать реальный возврат на свои вложения. Их сбережения не съедаются инфляцией. Но эта ситуация осложняет жизнь заемщиков, тех, кто берет деньги, потому что им приходится больше отдавать. И, соответственно, пока еще мы не заметили изменений в поведении наших заемщиков, но можно его прогнозировать и ожидать. Это все, в общем и целом, увеличивает риски на российские кредитные организации, потому что если у заемщиков жизнь становится более трудной, то, соответственно, и увеличиваются риски невозврата. Я могу не согласиться немножко? Пожалуйста. Понимаете, это не то, чтобы увеличивает все риски, но это меняет структуру рисков. Потому что, когда мы говорим, скажем, что в 2004-2007 году основным источником средств для банков для развития кредитования был приток капитала, то это значит, что важнейший риск, был резкая остановка притока капитала. Теперь, поскольку, видимо, депозитом и каким-то внутренним источником будет принадлежать ваша существенная роль, то, соответственно, структура рисков поменяется. Но мысль, которую я хочу донести, это то, что риски существуют всегда. Они существуют объективно, независимо от ситуации. Ну и, соответственно, государство планирует более активно управлять рисками, связанными с... В целом ситуация более здоровая, я бы сказала. Да, в целом ситуация становится более здоровой. И, в общем-то, движение, наверное, идет скорее в правильном направлении. Ну что ж, я думаю, это очень интересные моменты, о которых мы сегодня поговорили. Но нам, к сожалению, пора закругляться, и мы заканчиваем нашу передачу. Большое спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Сегодня передачу вел я, Михаил Алексеев, и мы вели беседу с нашей гостьей Ксенией Валентиновной Юдаевой, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Большое спасибо всем. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»